Еще в двух муниципалитетах республики ввели карантин по птичьему гриппу. Заболевание подтвердилось в Яльчикском и Цивильском районах. Здесь также будут установлены запретные границы и ограничена продажа птиц. Меры противодействия вирусу обсудили в Доме правительства. Есть опасения, что к списку пострадавших муниципалитетов добавятся и Бресенский, и Красночитайский. В хозяйствах этих районов зафиксирован падеж птицы. Биоматериалы отправлены в специализированную лабораторию. В то же время ветеринары продолжают выявлять источники гриппа. Определить источник очень сложно. Например, в том же Цивильском районе 10 предпринимателей продавали. Основная сложность, люди не знают, у кого покупали. Это первый момент. Приезжают в деревню, на газелях продают. Люди помнят газель, тоже не понимают, у кого они купили. Птица вся перемешана, разные поставщики, поэтому определить, конечно, непросто. В целом, все задачи, понимаю, для нас это, конечно, новое. Но, я думаю, решить эти вопросы можно. Второй момент – это очистить территорию от этого вируса. Во всех районах понимание есть совещание, рабочие проведены, главы активно этим занимаются. Как уберечься человеку от птичьего гриппа, нашему телеканалу рассказали инфекционисты республики. Если мы будем соблюдать элементарные правила личной гигиены, то возражения можно избежать. Что нам для этого нужно делать? Нужно избегать тесного контакта с инфицированной, дикой и домашней птицей. Не допускать детей к открытым водоемам, не управлять в пищу сырую воду, не купаться в водоемах. Использовать только в пищу термически обработанное мясо птиц, яйца. Ну, такие как бы элементарные правила личной гигиены. И тщательно мыть руки. Воду мы используем либо бутилированную, либо кипяченую.